Гигген интригген, гигген политиш. Привет, ребят. Сегодня будет говеный такой, знаете, ролик. Да, а все почему? Ну, потому что он будет реакционным, да еще и про политику, как вы любите. Еще вдруг такой формат, спросите вы? Да вот просто захотелось немножко дурака повалять, почему бы и нет? Почему я должен искать оправдание своим желаниям? Прошлый ролик про Modern Warfare, как я и предполагал, собрал много комментариев, так как тема для срача-то благодатная. Некоторые были настолько дебильными, что я не смог просто пройти мимо, тем более что адресованы они были мне. Вообще все комментарии к моим роликам адресованы мне так или иначе, поэтому все легально. А что может быть лучше, чем общение блогера со своими подписчиками? Да, дорогие детишки. Тем более что мне давно говорят, что я скатился и задрал нос в припадке ЧСВ, поэтому снизойти в народ, так сказать, с небес самое время. Ролик, как вы уже поняли, будет насквозь тёпным, так что не принимайте всё близко к сердцу, а то ещё инфаркт хватит. Что ж, давайте поглядим на тех, кто жаждет общения со мной. Пишет Озон Киус. А вы хотите агриться на хрень, которой занимаются все страны? Ну круто. Вот только это бессмысленная агрессия, которая ни к чему хорошему не приведёт. Везде всех что-то оскорбляет. Вам самим не смешно? Взрослый моральный человек просто не будет обращать внимания на вброс. Друг мой Озон, я с тобой категорически не согласен, потому что я провёл эксперимент, о котором говорил в ролике о Modern Warfare. Парочку другой тех, кто выражался в подобном ключе, я просто пасла. Кого-то откровенно на три буквы, кого-то культурно, так сказать, завуалировано. И что ты думаешь, эти морально взрослые люди не обратили внимания на мой вброс? Нет, они писали мне целые простыни о том, как я заснался, скатился, и вообще я жертва пропутинской пропаганды в своей загнивающей рашке. Видишь, а тут тебе в течение всей игры в рожу плюют ежеминутно, а ты как взрослый морально человек утираешься и не вякаешь. Странный какой-то дуализм, который некоторые могут по незнанию назвать лицемерием, но это неправда, потому что морально взрослые люди и поступают именно так. Детишки, берите на вооружение. Доходило, кстати, вообще до смешного. Человек накатал огромную простыню о том, как я неправ. Я ответил, мол, да, я неправ, я зашорен пропагандой, а ты нет. То есть искренне признал свою глупость. Но в ответ он накатал еще столько же, мол, даже не можешь вести себя как взрослый. Странные в личности. Пишет Миша Д. Ты наше телевидение посмотри, вот где пропаганда всей рамки переходит. В стране просто пиздец, а у них все растет, все ништяк. Давайте поговорим об Украине и загнивающем Западе. Дорогой Миша Д., я с тобой полностью согласен. Только пиши Миша, а главное Д, с большой буквы, а то некоторые глупые люди подумают, что твой ник означает Миша дурак. А Миша не может быть дураком, ведь он говорит правильные вещи. В стране действительно пиздец, и я сейчас не шучу. Вопреки мнению многих, возможно, даже самого Миши Д., ежи мы не доедаем, но ситуация правда хреновая. Но, уважаемый Михаил, скажи мне, а в какой стране иначе? Где сейчас не пиздец? Как в песне Перестрочной пелось «Хелло, Америка, с другого берега ты райм кажешься и выглядишь окей». Золотые слова, ключевое из которых «кажешься», ну и выглядишь, конечно, тоже. Что божественной америкашке, что в не менее эльфийской западняшке, звучит так, ага, и далее. Везде пиздец такой, что жить не хочется, просто везде он разный. Я не буду сейчас читать тебе притчу про крест, ты все равно ее не поймешь, потому что ты дэк, как сам уже утверждаешь, но если ты думаешь, что там лучшее, то я могу любезно должить тебе катапульту, на который ты туда и отправишься. Там ты поймешь, что если в сраной рашке, как вы любите ее называть, долго вопить о своих нарушенных правах, то можно хоть чего-то добиться, особенно в век информационных технологиях. А вот в не менее сраной америкашке или бриташке твой скулеж даже слушать никто не будет, потому что там своих таких хватает. А что до разговоров об Украине, так программы делают рейтинги, а не конкретные люди. Тот же Соловьев в интервью говорил, мол, ну просит нас делать передачу о своей стране. Они делают, почти никто не смотрит. Затем происшествие на Украине снимает реакционную передачу, что в принципе делают все СМИ любой страны. Как рейтинги вдруг взлетают. Обожаемые вами Камикадзе и прочие Соболевы с немагиями делают точно так же, заметь. А вот пишет Кирилл Кузнецов. Я так и не понял, где же нам прививался нацизм? А так, тема сложная и многие высказывания преувеличены. Кирилл, вот в том и проблема, что ты не понял. Нужно быть необразованным в корягу, чтобы не знать о преступлениях нацизма. Нам их преподавали еще в садике, до того, как мы их считать научились. А ваше поколение какое-то потерянное, что ли. Какие там у меня высказания преувеличены, я не знаю, но помню о комментарии твоих единомышленников. Это все туфта, и я выступил источником чистейшей правды. Опачки, а вот пишет нам Драко Малфой. Ты нормальный блогер, но любишь русского диктатора ВП, к сожалению. И грустный смайлик. Вот, друзья, вы только что наглядно увидели критерии крутости блогера по мнению среди статистического подростка, сидящего в интернете, то бишь основной аудитории Ютуба. Даже если это не подросток, какая разница, если логика именно такая. Ты можешь быть гениальным блогером, каким я являюсь без преувеличения, но если ты вдруг придерживаешься взглядов немодных среди этих опустившихся личностей, то ты уже все, не торт. Об этом мы еще поговорим, а пока просто примите как факт. Уважаемый Драко Люцевич Малфой, я не люблю Путина. К моему сожалению, мы же все с вами знаем, что гомогействует такой ген, да? Ну так вот, к моему сожалению, моя генетика не пожелала следовать новым веяниям, и я родился, увы, не пидором, поэтому мне нравятся женщины. Желательно рыжие, желательно с бледноватой кожей, красивой грудью и задницей. Не обязательно стройных, как осинка. Владимир Путин не подходит уже по первому критерию. Он не рыжий, так что, увы, любви нашей не бывать. А вот пишет МС Чинук Бели Аи. Прям какой-то, не знаю, Мохаммед Али. Так из-за Путина русских и не любят. Хм, господин МС Чинук Бели Аи, я полностью с тобой согласен. Именно из-за Путина страну и не любят, кроме шуток. Ты попал в точку, хотя сам этого, скорее всего, не осознал. Когда был Сталин, СССР не любили именно из-за Сталина. Во времена Ивана Грозного Русь-Матушку не любили из-за Ивана Грозного. А теперь у нас Путин, и нас не любят из-за Путина. Я очень надеюсь, что в 21-м году придет новый президент, из-за которого нас снова не будут любить. Потому что нас любили вон при Николае II. Так любили, что во время войн посылали на нашу территорию захватнические корпуса. А братушку своего Николая спасти от смерти почему-то не пожелали. Они любили нас из-за Ельцина, который я рад плясывал на корпоративных вечеринках своих, в то время как обыватели не успевали хоронить друг друга от разбившегося бандитизма, нищеты и маразма. Не любить за силу – это нормальное явление в политике. Мы их тоже не любим. Не переживай. Пишет Влад Пономарев. Чувак, ты слишком близко к сердцу принимаешь простую игру, которая всегда была об одном и том же. Никто так не воспринимает игры. Все все понимают. Все, у кого есть содержимое черепной коробки. Но твоя реакция неадекватна, как у некоторых других блогеров, которые воспринимают это всерьез. Не надо копать глубоко в очень неглубокой игре. Влад, я с тобой тоже полностью согласен. Ведь это всего лишь игра, а реагируется на подобный признак неадекватности. В связи с этим, я искренне не понимаю, почему в Америке сплошь неадекватные правительства во главе с неадекватным президентом. Из чего думали запрещать шутеры жестокостью и стрельбой после ряда терактов. Передаю, кстати, привет в сети Walmart. Я также передаю привет неадекватным корягу американским СМИ и правительству, которые при любой неприятности обвиняют во всем Россию. Извините, компьютерные игры, конечно же, начиная вон с Mass Effect, например. Как говорил Задорнов, Ну, тупые я. Ну, как с ним после этого спорить? Тем более, что он умер, а мертвый, как вы понимаете, либо хорошо, либо ничего. Мертвый по умолчанию правый. Ммм, замечательный ник «Полярный лис». И пишет он следующее. У автора талант рассказывать истории о странных жителях лесных, о параллельных нам мирах. И я здесь, чтобы послушать интересные проникновенные рассказы, снова почувствовать себя ребенком, слушающим сказку. Как в детстве когда-то. Не стоит автору касаться реального мира, там все относительно, границы размыты, и очень легко перепутать небо со звездами, отраженными ночью поверхности пруда. При этом я понимаю, что автору необходимо внимание для дальнейшего развития канала. И я также понимаю, что ради этого оправданно жертвовать качеством контента. Но маленький совет, просьба, от одного ничего не значащего подписчика, не занимайте чью-либо сторону. Ведь на любой стороне есть те, кто приходит сюда, чтобы вновь услышать обращение детишки и просто на какое-то время покинуть реальный серый мир. Извините. Полярный лис, я восхищен твоим столь поэтичным цитированием Сапковского и еще нескольких авторов. И опять же, полностью согласен. Блогеры должны рассказывать вам о вымышленных мирах, о Dark Souls, о Звездных Войнах, или вот о той же Call of Duty, прекрасно вымышленный мир, переполненный лором. Да. А слушатель должен прикрыть глаза и вурчать от удовольствия. Но чё, что это за запах такой? И почему урчание стало таким приглушенным? А ты глаза открой. Опачки, что это такое? Так мы же выкатся в говне, тонем уже по уши. Ну так ничего страшного. Это реальный мир, реальная жизнь, реальная политика, которая не отделана твоих хотелок. Кому всё это вообще нужно? Ты лучше лениво закрой глазки и продолжай созерцать вымышленные миры, погружаясь в Call всё глубже и глубже. Жаль, что не могу составить тебе компанию. Ну и про занимание сторон тоже полностью с тобой согласен. Осуждая тех Сапков, которые ответили вторженцам войной, вместо того, чтобы философски принять смерть через сожжение в сарае или повешение в концлагере, рассуждая о том, что занимать чью-либо сторону, это неправильно. Эх, побольше бы таких мудрых людей у меня на канале. О, вот пишет мне кто иной, как Котей Котофейч. Какой прекрасный ник. Он пишет некому Сергею Миляеву. Ну, как вы уже помните, всё, что пишут на этом канале, пишут в том числе и мне. Если родители не хотят следить, какая каша у ребёнка заваривается в голове, то это их проблема. Давайте уж тогда прививки запретим, мамашам не хочется тащиться в клинику, Ютуб полностью запретим, мало ли чего ребёнок там нахватается. Не готова объяснять ребёнку, как устроена жизнь, нехай заводить детей. Не могу не согласиться с Котофейчем-котейкой. Я тоже считаю, что именно родители должны рассказывать детям, что, к примеру, наркотики – это плохо. Согласитесь, кто как не они должны заниматься воспитанием детей. Пояснять, что быть наркоманом – это не круто и опасно. А бороться с наркоманией при этом совсем не обязательно. Ну и что, что у детей и подростков свой социум, в котором, если ты не как все, то ты изгой-одиночка. Ну и что, что наркодилеры поднаторели в опаривании бесплатной первой дозы новичкам – это исключительно проблемы родителей. И если сосед гадит под дверью, предотвращать этого тоже не надо. Не борись. Просто объясни ребёнку, что так делать нельзя. Он же не дурак, он сам поймёт. Ну и, конечно же, когда фашисты пришли в нашу страну с огнём и мечом, советские солдаты не должны были сопротивляться. Надо было просто сдаться и жрать немецкие сосиски с не менее немецким пивом под песню «Майн Либен Августин». Уверен, они бы нам жизнь обустроили, а нам бы только и оставалось, что рассказывать детям, что фашизм, нацизм, как его часть, и концлагеря – это плохо. Поэтому гражданин Сергей, которому отвечает котейка, пожалуйста, извинись перед котиком. Пройди в комментарии и принеси свои извинения. Давай, я верю в тебя. А мы тем временем посмотрим, что написал Сайлос. А Сайлос написал. Трудно разорвать то, чего нет. А если серьёзно, то им надо на кого-то скидывать свои косяки и оправдывать свои действия. У нас всё то же самое. Как не включишь новости Украина, Сирия, США. И мне они уже все стали родными, в отличие от родной страны. Живут они в стране, где любые действия оправдываются наличием на этой планете нас. А мы живём в стране, где правда является экстремизмом, а патриотизм стало ругательным словом. Капитализм, ёпта. Да, речь шла про нашу экономику. Но с Сайлосом я категорически не согласен. Иначе тоже получается, что внешние правительства Запада врут, называя Россию матушку, очень опасной страной. Потому что какие же мы нафиг опасны, если наша экономика разорвана в клочья, а вся бурятская армия погибла вна Украине. Я думаю, у нас всё-таки ещё осталось немножко денег, и наши хоры ЧХС-400, которыми можно помахивать, просто чтоб боялись. Ну а что до передач, тут ты прав. Вот я когда был подписан на канал Вечер Соловьёвым, я постоянно видел в ленте беседы и полемики о ситуации в нашей стране. Но я их пропускал, потому что это скучно, а вот про Украину смотрел. В итоге я сейчас не вспомню ни одного выпуска про нашу страну, но вспомню кучу про Украину. Так что ты прав, про Россию у нас никто ничего не говорит нигде. Кроме Маунт Шоу, конечно. Ну и можно, им с гор виднее. А вообще, вы, друзья, заметили, как странно получается? Меня умоляют не смотреть телевизор, просят даже выкинуть его, было и такое. Но при этом сами постоянно палятся на том, что смотрят его. Хотя, если на самом-то деле понаблюдать за ними, ничего они не смотрят. Они просто видят. Опачки, Соловьёв, пропагандон, сейчас будет про Украину говорить. И выключают, не слушая. Ведь у них уже есть вырванный из контекста тезис о ядерном пепле. Чё ещё-то нужно для высокоуровневой полемики. Лучше посмотреть Лёшу Навального. Уж он-то правду матку скажет. Там пропаганда никакой. Что? Почему финансируется из-за рубежа? Не, ну а чё такого, лол? Прошке же денег мало, должен же как-то человек зарабатывать. Тем более, что донатов с кашкалоты много, ты не настрижёшь. Вот. Дан Муз пишет. В Солсбери тут даже ребёнок может понять, что это Россия виновата. Я даже не представляю, какую чушь ты дальше несёшь. ВТВ. Дальше Крым законно присоединён? Алё! Вот и занялась политика тобой. Можешь дальше продолжать смотреть телек. Ну вот опять. Притом телек я купил два месяца назад. Китайский и не очень дорогой. Исключительно для игры на плойке. А вы так со мной обращайтесь. И телевидения, кстати, у меня нет. Как и времени сейчас смотреть ещё и политканалы. Но тебе достаточно просто иметь позицию, отличную от их позиций, чтобы прослыть среди них жертвы пропаганды. Ну вы помните Mass Effect, да? А дурманины никогда себя таковыми не признают. Хотя Дан Муз не смахивает ни на призрака, ни на Сарена. Он, судя по написанию, скорее обычный Хаск. Впрочем, я думаю, что даже Хаск смог бы выдать мысль получше. Ну, по крайней мере, надо дать ему должное. Он не стесняется прямо заявить, что он ребёнок, и всё понял. Респект таким парням, которые даже будучи детьми, лезут в политику. Пишет Катастроф Онлайн. Ты тут про закрытие канала говорил. Так вот, сейчас самое время его закрыть после этого высера. Да, мне уже рассказывали, что я не толерантен к меньшинствам. Но я не уверен, что существует такое организованное меньшинство официальное, как глухие на оба уха и тупые на всю башку. Поэтому, если я буду к тебе не толерантен, прости ради бога. Ну так вот, я рассказывал о своих мысленных переживаниях этим летом. О том, что были такие мысли о закрытии и о том, что они прошли. И какие ролики следует ждать на канале дальше. Хотя я понимаю, ты наверняка опасаешься, что моё влияние скоро станет неоспоримым на ютубе. Вот и боишься меня. Поэтому так и пишешь. Но не переживай, дорогой катастрофа онлайн. Даже возвысившись над всем плебсом, я всё ещё буду позволять таким, как ты, время от времени вякать у меня в комментариях. Я ж демократ, в конце концов. Я за свободу слова любому пасть порву. О, а вот пишет мне человек с ником старые компьютерные игры. Чувак, ты серьёзно? За всё остальное? Про новичок, злые русские и так далее? Вообще-то так и есть. Я имею в виду правительство, армию, мусоров и так далее. К простому мирному населению это отношение не имеет. Одни только оправдания спалившихся Петрова и Баширова на РТ чего стоили. Они там, блядь, такую ахинею несли, что Троцкий несколько раз в могиле перевернулся. Про вечернего мудозвона и его коллег по цеху даже говорить ничего не буду. Им только бабушки верят, которые кроме телевизора ничего в жизни не видели. Товарищ старые компьютерные игры. Можно я буду называть её просто Квейк? Потому что Квейк достаточно старая компьютерная игра. Ну так вот, Квейк, я тебя, наверное, сейчас шокирую. Прости, я не хотел, но я вынужден. Правительство, армия и, господи боже мой, мусора, не напланетяне и не засланцы с запада, а это и есть простое мирное население. Вот, например, моя мама работала милиционером. Зачем ты оскорбил мою маму? Она тебя что, обидела чем-то, что ли? Злой ты, Квейк, недобрый. Это, кстати, объединяет их всех. Они вечно божатся, что не против обычного населения, но говорят они так лишь до тех пор, пока обычное население не покажет им факт на их выкриги. Тогда Квейк и ему подобные превращаются в либералов, вещающих, что страна-то в принципе хорошая. Народ не тот. Вот не было бы народа, эх, тогда бы зажили. И ещё одна отличительная черта таких вот мамкинных революционеров. Это коверкать имена. Я помню, мы в садике и ранних классах так тоже делали, мол, Сашка-какашка, да? Затем мы выросли, но не все помнели. Оттуда и великолепные шутки типа «Эээ, мединский, хуинский» и прочее. Высшая лига юмора, так сказать. Ты можешь сколько угодно не любить Путина, Славьёва или меня, но намеренно коверкать имена на матерный манер, как это делают в детском саду, это что ли должно расположить к твоей позиции? Я считаю, человек, стеснящийся произносить фамилию своего президента нормально, точно не патриот. Он не правительство не любит, как он говорит, а именно страну, её население. Потому что пусть Путин хоть детей ест. Это мы его такого выбрали. Большинством голосов и сказать большинству проголосовавших «Идите вы нахер, вы все тупые!» Это некультурно. Поэтому, Квейк, съебись с канала. Уже в предвкушении, что же будет дальше? А дальше Владимир Я. Нет, не в смысле, что я Владимир. Это ник у него такой Владимир Я. А пишет он Максиму Гарпенко. Да похер на эту Аль-Каиду и Ижи с ними. Что такое ядерный паритет, надеюсь, ты знаешь. Но я понял тебя. Два вопроса. Чей Крым? И второй. Ты уверен, что РФ может насаждать свою демократию, по примеру, США? Владимир, я, конечно, не Максим, к огромному сожалению, я Иван, но думаю, тебе пойдет. Так вот, я согласен. Похер на Аль-Каиду. Кому вообще надо с ними бороться? Лучше будем смотреть, как она убивает нас и кекать с этого. Почему бы и нет? К сожалению, наше правительство и армия решили бороться с терроризмом, поэтому, увы, покекать нам с тобой не выйдет. Блин. А про Крым отвечу так. Чей флаг в Крыму, того и Крым. Потому что можно сколько угодно орать, чьи Курилы, чья Британия. Это ничего не изменит. Что-то я не помню, чтобы индейцы орали, чья Америка. Потому что Америка Америки, так или иначе. А всем не согласны, могу посоветовать таки уже напасть на сраную рашку, ибо экономики, как мы помним, со слов Сайлоса у нас нет. А армия вообще картонный мусор, в отличие от армии той же Украины, одной из лучших на континенте, по словам Порошенко. Ну так вон Крым, вон наш флаг, идите и capture the flag, так сказать. Какие проблемы-то? Следующий коммент накатал Питер Квоут. Как житель Санкт-Петербурга подтверждаю все сделанное в игре, за исключением одного. По фонтанке два раза в день ходит медвежий патруль, аккурат между ржавыми москвичами, застывая на 10 минут перед табличкой «Ответственный о пожарной безопасности товарищ». В случае пожара медведь звонит в Кремль и называет фамилию товарища с последующим массовым выпиливанием его и всей его семьи лично с... Путиным, конечно же. Не гони на этот светоч правды демократии, злой русский Иван. Питер, к сожалению, меня купил Госдеп США. Прости, пожалуйста. Мой медведь тоже умолял меня не делать этого, не продавать свою жопу, но я отогнал его матрешкой. Зато в тепле и при деньгах. А вот пишет никто иная, как Алсу. Или иной, или иное, не знаю. Но Алсу. Как по мне, игра скучная и неинтересная, и лучше закрыть глаза и пройти мимо в сторону действительно интересных проектов, чем давать пиар такой игре. Ждем роликов по годным, пусть и неоднозначным играм. Согласен. Кому сдалась эта любовь к своей стране и презрение ко лжи? Давайте играть в игрушки. Но не переживай Алсу, этого добра у меня на канале и так навалом. О, снова Владимир Я. Ну и наследил, мужичок. Начал смотреть и охуел. И Путин, оказывается, молодец. И Россия и Сирии не зря помогают. От террористов мира освобождая. Автор, прости, но ты гнида. Эх, я прощаю тебе кусочек гноя. Главное, больше так не делай. К сожалению, опять боюсь оскорбить чувство скорбных умом, но я не говорил, что Путин молодец. А вот в Сирии Россия помогает, ясно дело, зря. Тут я согласен. Увы, я привязан к Ютубу, но не ты, мой друг. Ты свободен от оков, поэтому тебе срочно нужно ехать в Сирию и лично сказать террористам, что Россия не права. Я думаю, что террористы понятливы и мало, и быстро сориентируются. Давай, Владимир, я в тебя верю. А пока Владимир едет в Сирию, я почитаю коммент Матиаса Кауфмана. Устраиваешь резню в соседних странах, сбиваешь Боинги, поддерживаешь Хазбалу, Асада, Собака. Рарусофобы, почему вы так? Мы не такие? Мы за мир во всем мире, пиздоболы. Эстус, эстус! Заебумба. Матиас, отличная шутка. Ржал, как конь. Смотри, я тоже знаю одну. Скачешь на Майдане, Собака. А, пенсии не платят, зарплату урезали. Вон, не взяли, налоги повысили, газа не хватает, преступность выросла, Запад нахер шлет и денег не дает. А нас-то за счет? Хе-хе-хе-хе. А че вы не смеетесь-то? Шутка ж смешная. Кстати, ни одного доказательства по Боингу или резне так и не было предоставлено. Иначе, будьте уверены, Запад просто растерзал бы нас, будь у них хоть что-то стоящее на руках. А Асад легитимный правитель Сирии, выбранный народом, и нас он пригласил официально. А тиран он или не тиран, это вообще дело не наше. Вон, Трамп тоже Америку тиранит, судя по воплям фанатов Хиллари. С ними-то спорить вы явно не будете. И ничего, цветут и пахнут, с этим тоже спорить не будешь, правильно? Пишет нам Александра Смешливая. И здесь политика достали. Александра, я бы даже сказал, Сашенька, родненькая, ну попроси ты уже хоть кого-нибудь отвязать тебя от стула. Хотя бы одну руку, чтобы ты могла выключить мой канал. Или хотя бы переключить ролик на другой выпуск Бомбанула. Я не понимаю, что за изверги заставили тебя смотреть ролик о политике с политикой же в названии. Боже, что за ужас здесь творится. О, благородный сэра Михаил Изотов пишет. Бля, ну и хуйню да тут намел. Целый час в пенопласть пердел. Ребят, вы уж меня простите, я, наверное, слишком стар, но... Как-то ваши развлечения прошли мимо меня. Ну то есть даже выражение сопли жевать иметь под собой основание. Мы все были маленькими, в конце концов. Но от вас я часто слышу такие вот поражения, типа пердеть в лужу, пердеть в пенопласт. Вам что, совсем заняться нечем? Нет, ну если у вас настолько тяжелая жизнь, что вместо похода в филармонию приходится пердеть в пенопласт, тогда уж лучше играйте в Call of Duty, да. Разницы вы, скорее всего, не заметите, но хоть какое-то разнообразие. Пишет Бизаррэ Шовридос. Смело, видать, обзорщик, раз пропаганду в паршивой игре обозреваешь. Эй, ты, Либрариум, ты нахера дважды по носу анализируешь, а в штанах два хера держишь? Ты чё, глухой? Или тебе язык в комментах развязать? Так, объявляю конкурс. Кто первый объяснит мне, что хотел бы мне донести этот даун, тот получит приз. Мое большое искреннее спасибо. А итоги конкурса я проведу официально в новогоднюю ночь. Ну а пока обратим внимание на пост кисы 0790. Жуть, я, конечно, догадывалась, что у этих игроделов совести нет. Но чтобы до такой степени, у сценариста фамилия, случайно, не Геббельс? Ей отвечает Ренстаб. Путин фамилия. Вау. Это, видимо, надо до дрожи ненавидеть Путина, чтобы в попытке его хоть как-то оскорбить, вставлять его фамилию где ни попадя. Но вообще, я понимаю, что если кошка бросила котят, это Путин виноват. Но я правда сомневаюсь, что в компании Activision работает человек с фамилией Путин. Иначе бы их давно всех объявили агентами Кремля, и их игру бы точно никто не купил, кроме 11 друзей Навального. Ну и, конечно же, Ренстаба. А вот Роман Прохоров накатал текст. Нету больших мазохистов, чем русские. За оскорбление президента ИРФ грозит отдельный срок. А выпустить и локализовать игру, порочивающего русских ребят, сложивших голову в Сирии, при проведении АТО, это норм. Но больше поражает то, что это дерьмо еще и покупают и даже играют в это. Роман, что ж ты хотел? Деньги не пахнут. Тем более, что издание Call of Duty в России необходимо, иначе Михаилу Изотову снова придется пердеть пенопласт, а это, согласись, жестоко. Ну а что до запрета на оскорбление президента, это вообще против свободы слова и демократии. Что? Что значит в Америке тоже запрещено? Ты что хочешь сказать, что там мало демократии? Что и в Британии тоже? Не, ну что ж ты хотел? У них королева детей не ест. Наш президент вот ест. С него и спрос больше. А вот замечательный комментарий от Злобуна. Столько пропаганды, как в этом ролике, нету даже в самой колде. Так отстирать наших это надо не только суметь, но еще и порошка стирального безлимит. И вот с этого продукта начинать оживление канала? И да, ты там что-то про страны, куда Асаша и свою демократию привнесли, говорил. Так расскажи про страны, куда пришел резкий мир. Господин Злобун, рассказываю. Мы пришли в Сирию. И там резко стало меньше террористов. Больше мы, к сожалению, никуда не пришли. Жаль, у нашего правительства и яичек нет. А то тогда пришли бы еще и на Донбасс. И уже не бурятые с ежами в сумках, а те самые комбатанты. И боюсь, что без капитана Прайса у воинов света не было бы ни единого шанса. А гражданские на Донбассе перестали бы гибнуть. Но я служу эмоционально. Я не разбираюсь в политике настолько, чтобы делать такие громкие заявления. Мне отчеты на стол не кладут. В отличие, конечно же, от Злобуна. Поэтому реплики по типу «Рашка-обосрашка» я произносить не могу. Я просто высказываю свое сдержанное мнение. Ну, а я зашорен пропагандой. А ты, сэр Злобун, отнюдь нет. Ты чист, и мозг твой чист, как белый лист. Поэтому не сдерживай себя и спражняйся в комментариях дальше. Все равно ты у меня уже в бане. Ну и последний комментарий на сегодня от Игоря Пронника. Почти что Бронник. Да поймите вы, остолопы. Русские – это орки из Мордора. Точка. Исчезни сейчас лично у тебя. Все американское. Форд Фокус, Филлипс, Мортис, Виски-кола, джинсы-кроссовки, телешелки на фильмы, айфон, андроид, АМБ, ПС, макбук, ютуб. Что у тебя останется? Бояра, пирожки с картошкой и калаш? Да все, что мы сделали во Второй мировой войне, это освободили Европу и тут же ее поработили. Обнесли колючкой, насадили правительств. Даже полностью сытая Россия все время жует своих соседей. Очнитесь, орочи отродья. Считайте за честь, что америкашки хоть из-за вражин нас используют, хоть для чего-то мы сгодились. Игнор – это еще сто раз хуже. Забудут нас, как монголов каких-нибудь. Вот это будет дно. Не могу не согласиться с Игорем Бронником, почти что Бронником, ведь если с планеты вдруг бесследно, подобно двемерам, исчезнет целая цивилизация, первый вопрос, который будет волновать разумных граждан, это как же теперь жить без форда, фокусов и айфонов. Ведь если это высказывание из разряда «если бы у бабушки был член», то оно не имеет смысла, а Игорь не тот человек, кто станет писать о том, что не имеет смысла, да еще и столь проникновенно. Ну и, как говорится, шах и мат патриоты. Скажите мне теперь, что русофобия существует. Ну что ж, 24 веселых комментариев для поднятия настроения. Шоббуло! И вообще, я хочу передать привет всем кричащим «Я раньше тебя смотрел, а теперь ты скатился!» Отписка! И отметить, что, судя по показателям подписок, вы либо группы из пяти человек, заходящие с нескольких аккаунтов и пишущих в отписки, либо вы просто решили меня в наглую наебать и попросту не отписались, а еще и друзей своих подписали. За что я вам, конечно же, благодарен. Ну а мне пора идти скатываться дальше. До свидания, дорогие детишки! Мойте руки перед колдовством, не слушайте пропаганду и не пердите в пенопласт. Нет, правда, не надо.